Я возвращаюсь к теме сознания, но не впрямую. Помните, несколько раз я пытался говорить, что я приписываю сознание электрону, муравью. И в конечном итоге, после разговоров и обсуждений, понял, что это как бы не совсем корректно. То есть, скажем так, философски, логически, внутренне для меня это корректно и понятно. Но возникает куча проблем при объяснении с людьми, которые либо по-другому понимают, что такое сознание, либо вообще ограничивают сознание только человеческим сознанием. Ну а теперь о сути. Вот, как всегда, перед одной комнатой сидят люди. Тетрадка, телефон, микрофон. Это то, что мне дано сейчас. Это вот некоторая данность, в данный конкретный момент, здесь и сейчас, что мне дано, что я различаю. Как это называть? Давайте просто говорим это словом «данность». Что здесь существенно? Что эта данность для каждого из нас разная. То есть, мы в принципе можем договориться о форме стола, но мы только что вспомнили фильм в разговоре, и один сказал одно, другой другой, и один видел одно, другой видел третье. И когда даже читаешь отзывы, ну, попинули Леофана, которые мы потом обсудим, что читаешь в отзыве, где человек это мог увидеть. Вот я смотрел своими глазами, не видел этого, или видел другое. А человек говорит, вот в фильме «Плохие дороги». Я видел идеальные дороги в этом фильме. И все, как ставится в жизни нашей. Кто-то может различить четверть стона на слух, кто-то не может различить. Значит, у одного есть четверть стоновые ноты, его данности, у другого нет. Кто-то различает поэзию, кто-то не различает, кто-то различает какие-то электронные тонкости в устройстве, схем, да, кто-то нет. Значит, у нас у всех разная данность. И речь идет не об обобщее данности, которые называют действительность. Да, мы живем в разном мире, каждый из нас в разном мире, насыщенный разными объектами. Это я называю словом действительность, да. А сейчас речь идет о текущей данности. Вот что здесь и сейчас нам дано. Чем определяется эта данность? Ну, по сути, наверное, в самом общем виде можно сказать, что нашим устройствам, нашим внутренним, не вдаваясь в подробности, что там где устроено, но явно, что человек, который различает тонкости музыки, у него есть музыкальное образование, или может от природы, но у него что-то там по-другому устроено от человека, который не различает. Дальтоник, у него что-то по-другому устроено там же в нейронных сетях, что у него другая сложность какая-то, уменьшенная какая-то сложность. Или, скажем, дворник и Нобелевский лауреат. Один различает, у него одна данность, у другого другая данность. И они различаются, почему эта данность разная. Ответ простой, у них разная сложность. То есть есть, значит, сейчас я привел такую мысль, что есть некая данность каждому человеку, и эта данность зависит от его внутреннего устройства. Четко как и вели. При уборах это называется, например, разрешающая способность. Да, разрешающая способность. Вы говорите, что в этом нет ничего особенного. Я вообще ничего особенного не буду говорить. Разрешающая способность, как и вели. Но здесь есть все-таки небольшая неточность по разрешающей способности. Решающая способность, это касается, ну, скажем, глаза у меня разрешающей способности. Почему? Может, с точки зрения концептуальной схемы, да? Ну, может, да. Концептуальная схема более точная, менее точная. Так что здесь, скажем так, у нас есть, один прибор, есть другой прибор. У них разная сложность. Разная сложность этих приборов. И эти приборы будут разные различать в мире. Вот мы сказали, есть два человека и у вас два прибора. Значит, у них тоже есть некая своя данность. Скажем, или даже проще невеличивать способность. Этот меряет ультразвук, а этот меряет спектр света. То есть для этого мир состоит только из ультразвука, он ничего другого не различает. А прибор, который меряет спектр, он различает световой свет в каком-то диапазоне спектра. Это можно было дальше. Теперь перейдем к животным. Понятно, что если у нас у всех людей разная данность, у животных тоже разная данность. То есть мы понимаем, что человеку не дана так называемая объективная реальность. Разная данность тут не абсолютно разная. Она просто разная, потому что прибор... Сама-то по себе мир, который за этой данностью предполагает, она один? Это без разницы, сейчас не обсуждаем это. Вы, наверное, говорите слово «данность». Может, надо говорить разное восприятие? Нет, нет, нет. Восприятие — это совсем другое. Почему? Нет, Саша, это терминология. Но данность как? Вот данность, она вот эта есть. Да, вот данность. А мы все ее воспринимаем по-разному. Нет. Вот то, что... Нет, 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 нет. Я объясню, почему. Нет, 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 Саша, я объясню сейчас. Если бы кому-то из нас была эта данность дана в том виде, в чистом, а мы ее воспринимали, у нас нет вот этой разницы. То есть, то, что дано, то и воспринимаем. У нас нет разницы между данностью и восприятием. То есть, нет того, что, я скажем, вот есть действительно реальный стол, он нам дан, а потом есть некое восприятие стола, которое я сравниваю. Вот данность с восприятием. Я не могу, нам одно восприятие, каждому дано одно. Ну, как, например, у художников разное и у нас. Конечно, разное. Экспрессионисты, допустим, они видят то же самое, что видите, а у других людей. Но видят по-своему. Нет, 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 Влад. То есть, восприятие-то следующее. Есть данность, есть восприятие данности, есть интерпретация данности. Да, да. В данном случае я говорю о чисто непосредственной данности. Вот то, что вот дано и все. То есть, всем понятно, что данность у нас разная. Разная. И, Саша, вы хотите сказать, что у нас данность одинаковая? То есть, что мне дано и вам дано одинаково? То есть, все, что говорю, скажем, вот Влад будет рассказывать, для меня будут даны его слова. Данность, да? И вам будет то же самое? Нет. Нет. А единица или двойка, как числа, они нам даны по-разному всем или одинаково? Нет, что-то дано нам одинаково, что-то по-разному. Скорее всего, одинаково, да? Нет. Опять же. То есть, естественно, что что-то, когда мы говорим, я привожу дворника и Нобельского лауреата, чтобы подчеркнуть. Но если два дворника, то пополняем и даны одинаково. Да, и дворника и двойка даны одинаково. Скажем так. И камень дан одинаково. Да. То есть, здесь вопрос не в принципиальной, что вообще разная данность. Естественно, если бы для меня был дан стон, а для кого-то не дан, то мы вообще не могли действовать. Ну вот тоже любимый Сёрдер, он же говорит, что мы, в конце концов, отсылаем не измечения, о которых мы не можем договориться, а отсылаем к некому физическому опыту. Например, опыту красноты или черноты. Но это не физический опыт. Ну физический. Он не физический. Но в конце концов. Нет, не в конце концов, если черноты и красноты, то это эксперриенс наше, это наше сознание. Это квалио. Ну не важно. Вы к чему-то вот такому отсылает. Вот красноты. Самому. Какой-то вот такой данности, которую нам представляют только на чудо. Ведь это же есть. Поэтому у нас есть большое основание думать, что для нас все эти вещи даны одинаково. Так же, как двойки. Двойки даны одинаково. Эти тоже даны. Ну ясно, что кому-то что-то не дано. Есть слепые, есть глухие. Даже глухие, слепые. Все правильно. Есть разные люди. Вот у человека, его сложность такова, что у него поврежден слух. И ему звуковые ассоциации и звук не даны. Я об этом говорю. Только об этом. Надо согласиться, что что-то дано по-разному. Ну есть же такое действительно. Ну да. Что-то дано по-разному. Ну является ли это... Это феноменально дано нам. Например, различие, которое существенное, является исключением. Например, действительно можно взять ребенка и не учить его считать. И он не будет знать, что такое. Да, вот пример. Вот не будет знать. А если научить, то... Это исключение. Нет, исключение. Когда ты его научишь двойки, то и у академика, и у академика, и у человека двойка будет одно и то же. Есть вещи, Игорь. Естественно, есть вещи, которые мы принимаем. Вообще доказать это, что одинаково, невозможно. Доказать, что ты и я видим одинаково красный цвет, невозможно доказать. Мы просто показываем вот на майку и произносим одно слово. Да, а видимо, поэтому... Но есть случаи, есть случаи, когда один человек говорит, не вижу, ну нет там ничего, нет, не слышу, не вижу. А другой говорит, ну посмотри же. То есть когда явно по указанию для кого-то что-то дано, для кого-то что-то не дано. Так это пример различия или пример исключения? Это пример нормы. Это норма то, что все люди... Все люди разные. Все люди разные. Вот и все. Вот и все. То есть если человека чему-то не научили, то он это и не увидит. Вот. Ладно, пойдем дальше. Значит, теперь... Значит, и тут мы констатируем, что нам не дана какая... То есть вот эта данность не отождествует никакой объективной реальности, в кавычках. То есть мы можем предположить, что она есть за ней, за этой данностью. Как бы она генерирует нам эту данность. Но мы ее не воспринимаем никак. Вот. И поэтому не обсуждаем про эту объективную реальность, что там есть в себе, и что есть, но нет. Ну понимаем, что есть разная данность. Вот. И теперь спрашиваем, этот вопрос задавал. А вот лошадь стоит и смотрит своими глазами, своими ушами. Две-три лошади стоят, слушают. У них же то же самое, у них данность разная. Они же тоже не воспринимают объективную реальность. Лягушка, которая ловит муравья, у нее в данности что? Мелкая движущаяся или крупная движущаяся? Это тоже не объективная реальность. Это ее данность. Она такая же. Она отлична от нашей данности. И можно сказать, что две лягушки могут иметь разную данность. То есть поэтому иначе не было бы естественного отбора. То есть либо нам мы должны предположить, что муравей, лягушка, верблюд, им доступна объективная реальность. А человеку высшему эволюционно не доступна объективная реальность, а доступна только его данность. Которая коррелирует с его сложностью. Поэтому можем предположить, что всем животным тоже есть некая данность. Такая же точно. То есть философски она имеет ту же самую природу. Никакой другой природы. Данность, которая зависит от сложности. Если зрение очень упрощенное у этого организма, то он и видит только световые пятна. Если зрение сложное, то он видит практически как человек, различая больше. Только терминологически различить данность и объективную реальность невозможно, да? Невозможно, нет, нет. Не, не, просто вы говорите, какая же... Нет, 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 была. В этой данности есть что-то, что объективно. Нет, я в данном... Естественно, нет. В этой данности я не обсуждаю вообще, что объективно, что не объективно, что является глюком, что является... То есть это не важно. Мы можем... Просто не надо противопоставлять объективную реальность и данность. Нет, это обязательно противопоставление. В любом случае, нам не дана объективная реальность никак, нам дано только данность. Объективная реальность нам дана в данности. Каким-то специфичным способом, конечно же. Давайте вообще-то не употреблять это слово. Но в любом случае, если мы констатируем, что эта данность разная для разных людей, то, значит, мы не имеем права говорить объективной реальности. Если люди действительно разные, то из этого следует что? Мир тоже разный? Нет, данность разная. Для муравья нет данности. Почему нет? Вот он ползет и видит объективную реальность? Он ничего не видит. Вот соревновательный бачок в унитазе, он не видит объективной реальности. Нет для него данности. Как нет данности? Нету. На него нажали, он воду слил. Потом взял, наполнился, снова нажали, он снова воду слил. Почему у меня точно так же нету данности? Такой же следной бачок. Игорь, Игорь. Давай, давай, давай. Муравьё. Ну, муравьё. Вот. Игорь, смотри. Значит, если сейчас погасят здесь свет, мы все отреагируем на это. Да. И мы заключим, что световые волны есть в нашей данности. Свет есть в нашей данности. Да, да. Скажем, если я сейчас помещу где-то здесь ультразвуковой источник, буду включать, выключать его, никто не отреагирует. Значит, ультразвука в нашей данности нет. Нет. Я объясняю. Что такое данность? Данность – это когда сознание посредует в отношении миру себя с собой. Игорь, Игорь. Нет никакого муравья сознания. Ничто не посредует. Игорь, Игорь. Подождите. Ну, это не честно. Человек вводит, то есть Александр вводит специфический термин, который он понимает следующим образом, как он объясняет. Зачем как бы ты его коррелируешь? Да, действительно. У тебя с другой, понимаешь? У тебя с другой. Я говорю, то, что… Давай термин работы докладчиков. Докладчиков берет термин данности. Это понятно, что это такое. Это вот то, что мне дано сейчас, что я могу различить. Вот все, что я могу перечислить здесь, вот это есть данность. Ты начинаешь говорить уже о механизме. Это сознание, которое… Я о механизме не говорю. Вот я различил… Нет, я просто хочу сказать, что у муравья данности нет. Муравей ничего не различает. Так он механизм, машинка. Откуда вы знаете, что он различает или не различает? Я… Это ну как мы уравняем не обсуждать? Мы не знаем. Нет, нет, ладно, хорошо. Как это не обсуждать? Нет, это… Половитофелька машинка. В столовой есть? Догрелась вода, она… Игорь, машинка, все правильно. Прикушка, машинка. Семейная вода. Машинка. Я полностью согласен. Но есть же разница с механической машиной. Нет, нет, нет. Игорь, Игорь, сейчас я про… Подойду до него обязательно. Машинка. Здесь мы не обсуждаем, на чем это реализовано. Если, скажем, у меня магнитная стрелка лежит вот здесь, я подношу магнит, она реагирует на этот магнит. Да, и нельзя же сказать, что у магнита есть данность. Не у магнита есть данность. То, что, скажем так, как выключили свет, мы тут же все повернули голову, как я поднес магнит, стрелка зашевелилась. Как только включили вот разбоковой источник, летучая мышь повернулась на него. Мы не отреагировали, она повернулась туда. Как только Солнце стало двигаться по небосклону, подсолнух за ним поворачивается. То есть я говорю, вот если я, например, поднесу магнит подсолнуху и начну вот так вот вокруг него крутиться, ничего не произойдет. Это значит, что в данность, в кавычки, вот магнит подсолнуху не дан. У нас же тоже есть опыт муравья и опыт подсолнуха. Взять иголкой меня незаметно укололи, я руку отдерну. А потом подумал, ах, меня укололи, я руку отдерну. Это будет последнее. Я принято скажу. Вот. Это будет последнее. Игорь. Игорь. Вот, это будет уже, мы постфактум будем говорить, что ах, меня кто-то уколол. Мы живем, а подсолнух все равно вот так. Нет, нет, нет. Это без разницы. Ты начинаешь уже психологизм вводить. Я говорю о том, что… Нет, нет, Игорь. Давай смотреть так. Что, к чему я веду? Что, чтобы мы не выделили магнитную стрелку, подсолнух, летучую мышь, муравья. Они на что-то реагируют, на что-то не реагируют. Да. Точно так же, как мы. На что-то. Механизм разный. Разный механизм. И значит… Да, это же есть определение датчика. Да, датчика. Да, датчика. Это механизм уже. Это механизм. Я говорю о философии. Спуск водовую на руку спускающую воду реагирует, а на Святое Писание не реагирует. Не реагирует. И точно правильно. Что значит? В данности сливного бачка есть нажим на ручку и уровень воды. Вот две данности у него есть. Два датчика, короче. Два датчика. Ну, в данном случае датчики технические. Ну, можно сказать, что это датчики… Сигнал. Я предлагаю не вводить технические и информационные. Здесь речь идет на том, что… Рек сформулирует, что каждой сущности, которую бы мы не видели в мире, есть… Вокруг нее есть некий мир, ее личный мир, в котором она живет, на что она реагирует. А на что не реагирует? Нет. Для каждой вещи, для каждой сущности… То есть, мы можем сказать, что вот есть электрон, он реагирует на электромагнитные поля и на гравитационные. Если мы попытаемся какой-то запах или звук, или еще что, этого в его мире нет. В мире электрона. То есть, у каждой сущности есть свой мир. И этот мир колерирует с ее внутренним устройством. То есть, скажем, есть молекула, которая реагирует на кислую среду, есть молекула, которая реагирует на щелочную среду. Ну да. Нет, я как бы все это понимаю, я одного понять не могу. А почему ты уклоняешься от того, чтобы назвать это системой сигнал-реакция? Потому что это же механизм. Ну так ты описываешь механизм? Нет, я не описываю механизм. Я описываю… Нет у данности. Есть действительно… Это реализуется. А на данности нет. Нет. Это реализуется. Реакция. Реакция. Скажем так. Ну так… Скажем так. Если я введу механизм реакции… Ой, как… Стимул-реакция. Не стимул-реакция. Ну не стимул, сигнал-реакция. Это будет одинаково и для человека, и для электрона. Да. Да. Так ты же к тому и уклонишь. Но, при этом, я хочу… Когда мы говорим о человеке, о человеке, мы плюс еще вводим, кроме сигнала-реакции, еще его сознание. То, что ему дано. Мы говорим, что человек живет в мире, в своем, живет, в котором разочарование. А когда… И при этом мы дальше можем уточнять. Этот мир формируется и сигнал-реакция. Это уже следующий этап. Но почему-то, когда мы говорим о инфузоре туфельки или об электроне, мы говорим о объективной реальности и взаимодействии в этой реальности. Да почему объективная реальность? Нет, это просто… Кто говорит об объективной реальностью? Нет, не, не, не. Я в страшном сне такого мы не произнес. Ну понятно. Кто-то так и говорит, не знаю. Ну хорошо, как мы назовем, скажем так, когда мы говорим, я описал эту данность, данность это то, что некой сущности дано здесь и сейчас, на что она может реагировать, на что она может влиять и сама реагировать. Когда мы спросим, что как эту данность мы называем для человека, мы скажем, не все, но, скажем, две трети из философ-аналитической традиции американской, они скажут, включая Чаунис, они скажут, что это сознание, эксперриенс, ой, не эксперриенс, скажи, кончистос. Интересно, еще раз, что не названо кончистос? Да, данность, то, что различает, ну, набор квалио, полный набор, то, что дано нам в опыте, то, что дано в эксперриенсе, это есть кончистос. Ну так да, потому что на том простом основании, что квалио, вот эти вот качества чувственные, это действительно, они фиксируются в нашем опыте. Но сказать, что эти же квалио присутствуют в опыте муравья, электрона, бабочки, кого угодно, нет никаких оснований, просто не малейших. Почему? Потому что, почему нельзя думать следующим образом, да, что муравей действует исключительно в рамках системы сигнал-реакция. Все, у него нет никаких квалио. Я не говорю про муравьев. Потому что квалио, потому что действительно муравьев, вы забываете. Вот, ну, была, была, ну, давай не понижать. Я не мог этого забыть, потому что я этого не знал. Вот, Игорь, ну, здесь же идет о том, что, да, сигнал, да, но, скажем так, что муравей живет в другом мире, чем бабочка. Там нет никакого мира. В одном и том же мире живет. Вот, вот, а мы же, а мы с вами живем в разном мире. Вот почему о человеке, мы говорим. Мы не живем в том же мире, что муравей с бабочкой. Нет. Потому что у нас, как у него механизма полуживого, у него есть, у него творительная реакция. У нас есть такая специфическая штука, как сознание. И наше отношение к миру опосредовано самим собой. Это есть опосредовано сознанием. Ну, вот так тут у этого. Но, по-моему, это и сказано, что все есть сознание. Нет, 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 нет. Право оконшесность это все есть сознание. А у муравья сознанием, непосредованного. Нет. Мне кажется, что здесь происходит смешение двух вещей. Во-первых, не всякий сигнал-реакция есть сознание. Нельзя отрицать, что в сознании наличествует эта система в качестве элемента. Этого нельзя отрицать. По мне, это сказано, что некорректно вообще в сознании присутствовать. У человека помимо сигнала реакции есть еще много чего другого. Что, собственно говоря, и позволяет нам говорить о мире. О том, что мой мир отличается от твоего мира. Потому что у нас квали у нас разные. То есть у лошади, возьмем две лошади, и мы вам говорим, что у них одинаковые. Мы по лошадей ничего не знаем. Мы знаем. Потому что мы можем описать исчетпывающим образом лошадей. Мы берем мышь, проводим эксперименты с мышами, и видим, что в одной и той же ситуации они действуют по-разному. И научная мышь отличается от ненаучной мыши тем, что она пойдет по-разному по лабиринту. Но факта последовательного сознания самим собой, который у человека, для мыши нет. Подождите, но автомат отличается от организма. Мы уже обсуждали миллионами. Нет, нет. Мы же не автомат. Игорь, ты говоришь о механизме. Механизм реализации поведения человека, сознание, это входит в механизм, опосредственно вот это. Он на порядок сложнее, чем у мыши. А у мыши на порядок сложнее, чем у фузории. Да, но сам факт. Но почему, почему, ты что предлагаешь игнорировать это качественное различие, принципиальное различие, а просто абсолютно все случаи сигналы реакции. Вот, нет, я не говорю. Кстати, я про сознание говорю, я про данность говорю. Я не хочу. Окей, окей. Вот, значит, я подвожу. То есть и тут я задаю вопрос, что действительно, если мы понимаем, что у некоторой сущности есть свой мир, на который она реагирует. Я не говорю о механизме, то нужно придумать слово, которым это назвать. Так вот, я понимаю, в чем ты говоришь. Так вот, я и говорю, что эта так называемая данность вовсе не одна и та же для муравья и для меня. Механизм разный, и данность разная. И данность разная. И данность разная. Ну, так вот и все. А в чем смысл тогда говорить, что данность одна и та же? Да не данность одна и та же. А что? Сам феномен данности есть. А вот он тоже нет, ничуть, потому что я-то считаю, например, что для муравья есть исключительный сигнал, а никакой данности и никаких квалий. Они являются для него данностью. Они есть данность, я не говорю про квалию. Это не краснов, это извините краснов, которые здесь недопустимы, потому что для меня данность это красный цвет, это понимание запаха. А откуда мы знаем, что у него тоже нет этого? То есть, почему вот... Это уже механизм действительно. Это механизм. Да не механизм, подождите, откуда мы знаем, но мы не знаем и обратного. У вас нет оснований говорить, что он точно так же видит красное, как вижу я. Не так, но я знаю. Это важно. Я могу знать, он видит красное или не видит красное. Я могу определить. Нет, он получает сигнал, но красного он не видит. Так сигнал у него есть, да. Он видит красного, сигнал получает, конечно. Красный не является для него данностью, нет у него красного. А для меня это важно. Нет, стоп, 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 стоп. Нет, это сигналы вовсе не являются данностью. Поэтому нельзя делать, просто дальше двигаться. Игорь просто исходит из того, что есть какой-то единый мир, а разные, условно говоря, сущности, они из этого мира вырывают то, что вообще это могут вырвать. То есть на то, что способны увидеть. Игорь из этого исходит. И поэтому для него важно... Это кто это говорит? Это я не скажу. Нет, Игорь сейчас. Если вы исходите, тогда Игорь действительно прав к своей претензии. Потому что в этом мире единым есть цвета. И доступны ли цвета, например, муравью, там непонятно. А если бы мы действовали наоборот и говорили, что на самом деле мир хотя и един может быть, но это неизвестно. Но каждое существо, каждое существо, оно выхватывает свое. И можем ли мы сопоставлять это только данное? Да, Игорь, претензии нет, она не имеет места. Потому что есть ли этот единый мир или нет, это непонятно. Это еще надо доказывать. То есть давайте теперь подойдем как бы более уже... Этот вопрос я задавал многим людям и отказался от понятия сознания. Отказался полностью. Я не использую. Вот. Каким словом назвать? Кто-то сказал мой мир. Вот у каждой существа есть мой мир какой-то. На что я реагирую? То есть что способно на меня реагировать? Но мой мир намекает на мой, кто я такой же. Наиболее адекватным термином показался умвельт, введенным якобы икспюль. Он ввел этот термин для животных. То есть в биосемиотике до него, до этого термина, говорилось так, что вот есть некая среда, есть некая экологическая ниша, и в нее встроено животное. И мы обсуждаем. Мы как бы видим, что вот в этой комнате лежит вот этот микрофон. И обсуждаем. И в этой комнате есть и цветок, и люстра, и доска. Но для него микрофона не существует доски. И он понял вот это, что животное... Недостаточно указать, что оно находится в какой-то объективной среде, которая нам дана в экологической ниши. Что она что-то выборочно видит в ней. Выборочно. Для него вот такое-то растение существует, такое-то не существует. Такое-то животное для него важно, а другого вообще не существует, он не замечает. Инфразвук есть, а, скажем, цвета нет вообще какого-то. И вот он ввел понятие умбель для того, чтобы обозначить, что животное существует в неком своем мире, в некой среде, в умбельте своем, в котором он актуален для него. Вот та актуальность мира... Как оно воспринимает, как животное воспринимает? Это вопрос мы не знаем, мы не узнаем, мы не знаем, как мы сами друг друга. Но есть, можно выделить, и это опытно выделяется, что мы видим там... Начинаем хлопать в воду, что не реагирует, нет слуха, да? Начинаем ультразвуком, нет ультразвукового ощущения. То есть мы можем выделить, на что реагирует каждый живот, на что не реагирует. И вот если мы начинаем экстраполировать это вверх и вниз, на человека, и на, скажем, и неживые объекты, мы точно так же можем выделить некий мир, на что не реагирует данная сущность, а на что реагирует. То есть это вот умбель для чего это нужно. У нас получается так, что мы, когда начинаем говорить о сознании человека, оно у нас появляется внезапно. В данном случае, когда мы вводим это понятие, мы говорим, что есть примитивный умбельт, более сложный умбельт, который зависит от структуры самой сущности, и на каком-то этапе этот умбельт начинает превращаться в сознание. То есть есть вот некая сквозная... То есть каждая сущность живет в своем мире, и для человека этот мир мы уже связываем с сознанием. Есть другие термины, я предлагал. Скажем... То есть у человека появляется некий механизм, который называется... Другой, да, другой механизм. У бачка свой механизм, но он живет в мире, в котором существует только уровень воды и нажатия. Другого. Я буду свистеть, петь, танцевать перед бачком, освещать его любыми цветами. Для него этого нет, ничего. Как, скажем, и у любого какого-то животного, они живут в одной экологической нише, но мир для них в этой экологической нише разный. У них разные умбельты, совершенно разные. Да, но специфика, это ведь не в этом между человеком и животом. Нет, не в этом. Она состоит в том, что для человека человек живет в мире предметов, в мире мечей. Да, да, да. А там нет ни красного, ни синего, ни зеркалки. Да, 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 Игорь, конечно, разное. Переход между теплым и горячим, но нет ни теплого, ни горячего. Игорь, опять же, это уже о механизмах речь. Я говорю о том, что у нас должно быть... Нет, 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 ни фига себе особенность, которую мы игнорировали. Нет, мы не... Игорь, опять же, речь идет о том, что когда мы обсуждали с Булатом, есть и существует. Да, что есть... Вот мы сказали, что существует, потом он изучает антологический различатель существования. Так и здесь. Вот есть умвельт, выделяет... То есть мы обогреваем... Умвельт электрона. Вот я его могу описать, да? Умвельт мыши летучей. Умвельт бочка, умвельт человека. Но то уж они разные. Это уж дальше начинаем градаться и говорить, в чем специфика их. Ну, понимаешь, это... Тогда я не понимаю ценности твоего... Я объясняю, почему. Потому что если мы не будем говорить об этом, этой данности, этом умвельте сущностей до человека, то у нас сознание появится как черт из табакерки. То есть мы должны говорить... А тут что объяснило? Нет, тут все объяснило. То, что нет такого специфического понятия, что вот мир специфически дан для человека. Он специфически дан для каждой сущности. Но для человека еще более... То есть, скажем, для камня и для живой клетки он по-разному дан, мир. По-разному. Но у нас... Скажем так, вот себе объясню. Вот мы понимаем, что вот есть, скажем, летучая мышь или какое-то животное и человек. И мы говорим, что для них мир дан по-разному. У этого есть сознание, у этого нет сознания. Допустим, так сказали. А потом у нас есть еще такой момент. Вот у нас есть молекула, да? И есть... У нас есть некая молекула, да? И вот ей... Что ей даны? Соседние молекулы ей даны. То есть это вот в данности молекулы присутствуют соседние молекулы. Если мы возьмем и нарисуем здесь вот, скажем, какую-то клетку, здесь клетку какую-то нарисуем, вот. То есть в умбельте этой клетки есть, эта молекула есть. Но в умбельте этой молекулы, этой клетки нет. Она не существует. Нету. Кстати, каким образом это в умбельте клетки есть молекула? Ничего подобного. Она не контактирует с этими молекулами. Да, извините. Если в данном, может, конкретно подходит какая-то молекула, открывается там мембранка какая-то, она принимает, другую молекулу не принимает, она различает молекулы. Она может различить, какую пропустить, какую не пропустить, какое питание, какое не питание. То есть это в умбельте клетки есть молекулы. А, ну окей, хорошо. Да, вот. И в умбельте клетки есть соседние клетки, которые могут как-то реагировать друг на друга и обмениться метаболитами, скажем так. Ну да, ну да, да. Так к чему ты клонишься? Как это, что это помогает как-то подобраться к сознанию или к чему? Это дальше, когда мы начинаем. То есть когда мы ведем понятие вот мира молекулы, мира клетки, и мы дальше будем двигаться. И понятно, что почему, скажем, соседняя клетка не дана, клетка дана, потому что у нее более сложность некая, да? То есть если мы... В какой момент возникает сознание? Действие, во-первых, термологически, то есть когда умбельт некого организма расширяется настолько, то есть приобретает некую сложность, когда там... Ну, сознание есть трудно говорить, но скорее о разуме стоит говорить. То есть масса получает... Отдельный разговор, то есть длинный, потому что мы опять не будем. Про него на прошлый раз про сознание долго там говорили, про тела. Когда, на каком этапе оно появляется? Нет, слушай, я тогда просто вот чего не понимаю. Ну, в простоте ты сообщаешь нам что? В некотором смысле мы все здесь сидящие, ничем не отличаемся от амекулы. Ну, в некотором смысле, да. Да, и у нас, например, у нас есть масса, и у нас нет, 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 да, да. В этом смысле у нас ничего не отличается. То есть есть... Нет, скажем так, что в принципе, мы должны... Познание идет в двух направлениях. В интеграционном, в холистическом, то есть в выделении неких общностей, что общее есть. Скажем, есть общность, что... Все объекты, да. Есть некая общность, которую мы можем разделить там активно-неактивно. Вот. И потом дифференциация какая-то. Естественно, что если мы... То есть, ну, скажем так, основной посыл вообще моей философии непрерывность описания мира от и до. То есть, если мы вводим понятие сознания как границу, жестко разграничивающую одну часть мира, скажем, одну субстанцию от другой, да, мы получаем дуализм такой жесткий, который связать невозможно. Если мы вводим некое понятие общее для всех, скажем, что есть некий... специфический мир и для любой сущности умвельт, который для человека превращается в сознание, то мы тогда можем обсуждать и разницу, скажем, клетки и молекулы мы можем обсуждать на примере умвельта. Так же, как можем обсуждать человека и клетки относительно их сознания, и сознания нет, и здесь мы скажем, они обладают умвельтом, но разным умвельтом, который зависит от их сложности. Так же и мы можем... Разный умвельт у клетки и у человека. Но у человека умвельт называется сознание. То, что ему дало. То есть разницы, мы сможем различать духовные какие-то объекты, можем различать тонкие объекты, которые вообще в принципе никак не различимы на нижних уровнях, но мы все равно делаем то же самое. У нас есть нечто, которое мы называем реальность, мир, из которого мы процеживаем каким-то образом, согласно своей сложности, что-то получаем. Но это не специфика человека, не является специфической функцией человека из этого мира что-то специфическое получать. Это на всех уровнях. Но и вот это название не было философией. Как мы на эту специфичность обозначаем? То есть в данном случае это только терминологическое добавление, но плюс-плюс еще как бы сшивание. Что? Я как-то отвлекся на секунду буквально. Что было не в значной философии? Название вот этого. Как, что различно для разных, скажем, ну не субъектов, разных сущностей, которые... Что у каждой сущности свой мир, согласно ее сложности. Для человека мы это понимаем? Нет, подождите. Просто раньше это определялось иначе. Ну давай иначе. У Гегеля просто есть замечательная система, где он описывает сущее, так сказать, на любых этажах. Есть там у Аристотеля, там у Хайдеггера не в такой подробности, но тоже он там в десятке страниц объясняет, чем животное отличается от камня, и оба они отличаются от человека в качестве внутримирно-сущего. Ну, на ура! Это было полно философии, собственно говоря. Нет, термин, термин. Термин. Как мне назвать мир данной электроны, мир данной клетки, мир данной бачкала? Нет, подожди. Это ты... Во мне все восстает, когда говорят о мире данной электроны. Не, не, не... Восстает, да, да. Нет, ну скажем так, не мир. Потому что нету никакого мира. Ладно, не мира, не мира. Скажем, как мы назовем то перечисление развлечений, которое дано бачку? Вот есть некое перечисление развлечений. То есть у каждой сущности можем, ну, по пальцам перечислить, что дано в развлечении этой сущности. И это множество, это множество должно быть как-то названо. Уберем слово мир. Ну, нет, ну, здесь, по-моему, вопрос уже вкуса. Ну, раньше писали от того, что есть сущие, вообще сущие. А потом вот внутри сущие люди уже разбирались, какие они бывают. Никакого дуализма здесь вовсе не предполагается. Для тебя базовым является, получается, не сущие, а вот это вот... Это не базовое. Здесь вопрос... Ну, в принципе, в большому счету, когда мы говорим о человеке, с чего мы начинали? Что мир, данный человеку, вот его данность, она, по сути, равна его сложности, самого человека. То есть можно сказать, вот все, множество, что я различил, это есть моя сложность. Моя сложность. И тут же можем сказать, что вот есть сложность электрона некоторая, вот нечто, мы не знаем, как он устроен. Но у него есть заряд. И, скажем, он отличается от висательного, от положительного. Или лучше сказать, молекулы, эти две молекулы, у них есть разная сложность. И мир, который дан, не мир, набор развлечений, который дан одной и другой молекулы, разный. И он тождествует... Эта сложность этой данности тождественна сложности самой сущности. А дуализм возникает именно когда, почему, я говорю, против, почему сама проблема возникла. Мне хочется, хочется говорить так, что есть вот этот вот набор развлеченностей, набор развлеченностей, имеет некое название, о котором я могу говорить. Обсуждать набор развлеченностей молекул, набор развлеченностей клетки, набор развлеченностей муравья, бочка, набор развлеченностей человека. У человека есть точно такой же набор развлеченностей, набор объектов. Объектов, данных здесь и сейчас, развлеченных им. И вот это то, что нас сшивает действительно в сущем. Когда мы говорили, пример хороший, сейчас было, да. То есть когда мы говорили, что вот есть, пожалуйста, человек, это отдельно, а сущие мы начинаем там классифицировать. Я ввожу то понятие, которое одинаковое и для человека, и для любого сущего. Человек тоже сущие, и все его духовные, интеллектуальные, это тоже набор развлеченностей. То, что для человека называют мир, мне слово мир не нравится. Мне еще предложил человек называть это мир. Мне не нравится, нет, это не мир. Там вот есть еще визум, слово я предлагал, но оно на глаза напирает. И энверон, по-латыни среда, вот энверон. Но среда именно индивидуальная, именно то, в чем существует. Вот когда мы говорим, я повторю еще, когда мы говорим о экологической нише или о среде, в которой живет, мы имеем в виду, а с нашей точки что дано. То есть, экологическая ниша и среда бачка – это туалет. Мы говорим, да? Нос, если мы встанем на точку зрения бачка, то его умвельт состоит из нажачьей уровня воды. Вот что у его умвельта. У него две развлеченности. Так вот, Алексей. На самом деле, как бы, в общем-то, все понятно. Единственное, там, претензия с философской точки зрения, что вот это ваше желание редуцировать все в какую-то единую шкалу, там, единое, там, северху-донезу движение, оно, на самом деле, какое-то, имеет форму желания. Оно никак не доказано. Ну, как и любое желание. Нет, 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 нет. Но есть просто предположение, на самом деле, что мы живем на разных уровнях, принципиально друг друга не сводимы, и никаких способов. Если вы находите какое подобие, то это подобие никак не объясняет сложность нас. Ну да, как бы, в каком-то смысле, у каждого сущего, у каждой сущести есть свой умвельт, да? Но это никак не может объяснить нашу сложность и объяснить сложность этому, там, ура. Я полностью признаю, делаю два замечания. Значит, во-первых, с той же степенью логичности, можно сказать, что не свести вниз, а поднять до верха. Точно так же не поднять. Нет, я... Вот такие хорошие предположения, что у всех есть вес. И с точки зрения веса, от маленького к большому, мы всех попадаем. Да, 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 да. Но это никак, на самом деле, не объясняет нашу разницу. Да, но при этом в мире есть еще сущности, у которых нет веса. Нет веса. И поэтому, а вот у верха есть у всех. Нет, ну я просто пример. Нет, понятно, понятно. Нет, может там длину, там, еще какие-то... Значит, значит, вот это желание к чему-то редуцировать, оно проявляется во всех, как будет. Нет, Булат, Булат, я поправляю. Это не редукция. Это с той же степенью одинаково можно, как бы, это не сведение к верху, а наоборот, можно сказать, что это плотин, и все сведение к абсолюту. Ну вот как раз и то, что это плотин, это и плохо, потому что все в наше время нужно все доказывать. Нельзя просто брать на веру, что мир един. Ну, Булат, это немного странно. Ну, это норма философии. Это не норма. Нет, Булат, если бы мне сказали... То есть, я бы тут же выкинул все, если бы мне сказали, что... А вот в современной философии эта проблема уже решена, и проблема сложности, не на уровне, что все мы сложны, уже решена, а что ее решать? Да давайте я вам просто поставлю логическую задачу. С логической точки зрения более правдоподобно, что мир не един, чем он един. Потому что то, что мир не един, то, что это является множеством, это очевидно. А то, что он един, это надо доказывать. Поэтому с логической точки зрения первоначальная феноменальная данность состоит в том, что мир не един. И вы должны доказать, что он един. И то, как вы это доказываете, это и есть, и что это как редукция. Нет, это не редукция. Давайте называть это редукцией. То есть, это же как у Парвенида, редукция к бытию. Как это не доказывает. Булат, Булат, стоп, стоп. Во-первых, Булат, давайте использовать слово редукция, потому что оно имеет вполне конкретный физический смысл. Редукция, я понимаю, это означает, что есть некая сущность, вы эту сущность упрощаете для того, чтобы ее поставить в какую-то шкафу. Редукция, значит, сведение к более простому. Нет. Ну ладно, допустим, пускай, я не буду спорить, это не имеет значения. А второе, что... А, ну второе, я сказал, что Булат, естественно, что можно... Да, что мир не един, это наша феноменальная данность, и мы можем из этого исходить. Но, встает вопрос, можно на этом остановиться, можно попытаться, можно построить философию, строить ее нужно делать. Все единства. Замещательно, мы же делали соловьем. Нет, 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 как раз не все, и не все единства. Ну просто заметьте, что все единства, это же желание, но наше желание. Булат, скажем так, что мир нужно, его дифференциальность, его нужно объяснить. А для этого нужно строить теорию, нужно строить. Можно просто констатировать, а можно пытаться строить. Вот и все. То есть, в данном случае, получится, не получится, делал десятое. То есть, но желание, действительно... Желание построить линейку, чтобы измерить, это... Не линейка, не линейка. Желание показать, что... Взять, поставить знание, это линейка. Булат. Кроме того, что мир сложен, многообразен, да, у нас есть еще такие представления, что есть некое единое. Не, мы просто у вас есть. У меня нет такого. Нет, 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 нет. Вы тоже сказали, что есть масса. Есть, у всех вещей есть масса, да? Да. Есть, скажем... А вы сказали, что у некоторых нет. У некоторых нет, да, у некоторых нет. То есть, скажем, есть... Все является объектом, тоже все едино в этом отношении. Нет, давайте... Про взаимодействие можно хорошо сказать. Почему-то четыре взаимодействия, не сводим его одно, там, да? Не сводим. Почему-то есть психофизиологический дуализм, и... Есть, есть, есть. Он до сих пор не решен. И не решаем, я подозреваю. То есть много проблем, на самом деле, не сшивания. Помимо того, что это, на самом деле, легионное желание. И давайте, значит, из этого сделать вывод, что любая попытка решить является желанием Бога. Естественное желание. Теоретическим желанием Бога. Естественное желание. И это желание движет философию. Всегда философия на этом только желание и строилось. Либо мы занимаемся философией, и тогда у нас есть желание что-то сшивать, что-то делать, искать. Либо мы это не занимаемся. Вот и все. Я не вижу проблем. Философия всегда, философия единства. Вот это я не понимаю. Современная философия же, она отказалась. Она говорит, что верка. Ну, философия отказалась современная. Я считаю, что это не вся философия отказалась. Есть философия, которая, ну, скажем, действительным. Давайте я подготовлю доклад по конструктивному, ой, нет, не деприкативный реализм, этот самый конструктивизм. Не абсолютный конструктивизм, а крайне... Ну да, да, как он? Сейчас, извиняюсь. Абсолютный конструктивизм. Нет, 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 нет. Радикальный, радикальный конструктивизм. Вот радикальный конструктивизм, современное философское течение, которое именно основано на поиске единого основания. Нет, но я могу сказать, что и в истории философии... Да, и есть. Да, но и поэтому, нет, и поэтому, как бы аргумент, что это является, как бы, вообще недопустимым... Не, 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 я так не говорю. Нет, ну, а это же мое желание, естественно, мое желание. А что же? Что это, как бы, никак в данном докладе, и вообще говоря, никак не обосновано. Нет, в данном докладе была... Это не предпосылка? Нет, естественно. Конечно, не обоснован. Обосновано это десятками докладов предыдущих, А в данном докладе, в данном докладе, везде желание было, конечно, в философии везде желание, ну что ж, это такое общее место, но то же самое, что когда человек снимает фильм, пишет стихи, рисует картину, говорит, ну это только ваше желание, ну конечно желание, вы ничем не обосновали, ну почему бы обосновать, я сделал продукт. Вот, если хоть кому-то что-то стало яснее, если у кого-то что-то прояснилось, что-то такое надвинуло кое-то мысль, это достаточно. А то, что любая теория будет ограничена, основана только в желании, и вместо нее появятся другие, это всем понятно, и мне понятно, никакая теория не может что-то объяснить. Вот. Ну подвожу итог, что мне хотелось ввести понятие, которое более-менее понятно для нас, для людей, вот эта данность, и ввести термин, которым я мог рассуждать о различенности, множестве различенных объектов для всяких сущностей, говорить, есть ли он уверен в электроны, есть ли он уверен в молекулы, есть ли он уверен в клетки, есть ли он уверен в человека. И при этом мы говорим, что он уверен в человека, это сознание. Уверен в человека, вот то, что он различает. А уж механизмы там, естественно, кто-то бачок чистый, механизм, кто-то даже и не бачок электрон. Понятно, но все равно мир бачка, мир в кавычках, отличается от мира электрона. И вот, как мы можем сказать, вот мир не подходит к слову, я согласен. Ну, а как мы сказать, что отличается? Я говорю, ум уверен в бачка, отличается, уверен в электроны. Всем все стало понятно.